На фоне событий на Украине, похоже, открывается второй фронт противостояния Вашингтону. Проснулся великий дракон. Китай уже заявил, что в Пекине уважают требования России к обеспечению европейской безопасности и заявляют, что нельзя строить безопасность одних стран в ущерб другим. Пекин не поддержал антироссийские санкции, сохранил нейтралитет на недавнем заседании Совбез ООН и отказался называть российскую военную операцию агрессией. Но это еще не все. В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики допустили полномасштабную конфронтацию страны США. Глава МИД Китая Ван И заявил, что действия американцев в регионе бросают вызов Пекину. Китай готовит новый пакет санкций против военно-промышленного комплекса к США из-за продажи вооружения Тайваню. Там все как на Украине, только еще жестче. Если Киеву Белый дом готов обещать все, кроме реальной войны, то вот перед Тайванем у него прямые военные обязательства. Ну а сегодня посольство Китая в России публиковало у себя на сайте вот такой пост с многозначительной фразой. Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру. И для наглядности дополнило все вот такой инфографикой с перечислением стран, подвергшихся американским бомбардировкам за последние 70 лет. 33 страны, начиная с Кореи в 50-м, заканчивая Сирии в 15-м.